Так, мальчики, ну-ка, разлаживаем вещи. Они не успели толком разобрать вещи. Двое суток в пути, и этого времени не хватило, чтобы наговориться. Бабушку Веру с внуками разлучила война и линия фронта, прошедшая по их родному посёлку. В начале войны я их отправила на украинскую сторону, но не думала, что такое будет разделение, честно. Сама осталась на посёлке. Деток не видела два года. Вот только привезли их. Дочка вывезла, чтобы я съездила сюда с ними. Он по телефону звонит. Бабушка, ты береги себя там на Спайтаке. Я очень скучаю по тебе. Они приехали из Украины в Беларусь словно на каникулы или в отпуск. Отдохнуть от войны. Посёлок Спартак под Донецком стал буквально мёртвой точкой. Войска с обеих сторон не отходят больше полутора лет. Украинские семьи как будто навсегда запомнили дату. 26 мая 2014, когда и начали бомбить Донецкий аэропорт. В считанных метрах от Спартака. Буквально за стеной бегущие из того же посёлка. За несколько дней до отъезда в Беларусь в 9-летнюю Вику стреляли. Красная куртка показала снайперу слишком ярким пятном. И кажется удивительным, несмотря на пережитые ужасы, детские фантазии, воплощённые в рисунках, совсем не мрачные, в отличие от реальности. Квартиру разбомбили, живём в подвале. Буржурка, кровать. Как долго? Уже в тренивод. Договаривались о днях тишины, но тишины у нас не было. В основном стреляют ночью, ну так, часов в шести вечера. Ну как начинает темнеть, начинают стрелять. Хотя вот перед старым Новым годом мы полтора суток не могли выйти. Стреляли и днём, и ночью. В посёлке, в котором когда-то жили пять с половиной тысяч человек, их осталось 105. Кто смог, уехал. Большинство прячутся по подвалам. Ни света, ни газа, ни воды в посёлке нет. Работы, конечно, тоже. Продукты от Красного Креста и волонтёров. Как вы вообще определяете, когда можно гулять, а когда нет? Ну, когда тихо гуляем. Это видео сняли белорусские волонтёры. Больше года, раз в месяц они ездят в украинские горячие точки. Всё, что обычные люди приносят в приход иконы Божией Матери всех скорбящих радость, становится гуманитарной помощью. А сам приход стал приютом, пусть и временным, для тех, кто устал от войны. Была возможность поехать на юг к морю или съездить туда, отвезти лекарства. Вот и всё, тут всё просто. Потому что мы помогаем тем, которые живут в зоне активных боевых действий. Или вывозим их, или помогаем, или там протезирование, если дети-калеки. То есть и здесь, в Минске, народ у нас самый такой отзывчивый, поэтому всё получается. Белорусские каникулы для детей из Украины – одна из таких волонтёрских миссий. Эти люди ещё не привыкли к тишине, к тому, что не нужно дёргаться от каждого удара, стука или даже шороха. В программе для детей – зоопарк, аквапарк, катание на лошадях и купание в проруби словом – впереди две недели в Тихом Минске, которая, кажется, лучше любого отпуска. Анна Пыш, Александр Автухов. Наши новости ОНД.